Здравствуйте уважаемые друзья. В последнее время, поехавшие на Олимпиаду российские спортсмены, вопреки народному возмущению, который против их участия в данном мероприятии, стали находить большую поддержку среди известных чиновников, спортсменов и звезд страны. Лишь малая часть этих людей против поездки в Париж, среди которых глава Олимпийского комитета России Станислав Позняков, Ирина Виннер и Вячеслав Фетисов. Более того, поехавшие даже находят новых спонсоров, готовых оплатить их расходы за участие в этом позорном мероприятии. Об этом в нашем сегодняшнем обзоре. Ну а чтобы больше людей узнало об этом и мы в свою очередь также смогли повлиять на ситуацию, ставь лайк, оставляй комментарий и подписывайся на канал. Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главы Олимпийского комитета России Станислава Познякова о команде иностранных агентов. Мы думали, что Даниил Медведев это легенда российского и мирового тенниса и прославленный чемпион из России. А он оказывается иностранный агент. Нехорошо так говорить господин Позняков. Замечу господину Познякову, что никто не дает ему право называть соотечественников иностранными агентами без соответствующего решения компетентных органов, написал Губерниев. Олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике Никита Нагорный также поддержал участие российских спортсменов в Олимпийских играх. Президент нашей страны озвучил, что не будут никого критиковать, а наоборот поддержат, если человек поедет, выступит и приедет с золотой медалью. И для спортсмена лучше приехать на родину с золотой медалью, чем не поехать вообще. Если ты уверен на 100%, что можешь побороться за первые места. При этом мы понимаем, что мы олимпийские чемпионы уже добились своего результата, отстояли честь страны и привезли впервые за 25 лет золотую медаль на родину. Конечно нам легче говорить, что не нужно ехать, нужно оставаться и так далее. Но принимать решение должны спортсмены, федерации. И здесь как говорится результат наверное ценнее, но он должен быть для родины в первую очередь, сказал Нагорный. Даниил Медведев прокомментировал высказывание Ирины Виннер о нейтральных атлетах. Его задели слова главы Всероссийской Федерации художественной гимнастики, о том, что поехавшие на Олимпиаду в Париж в составе нейтральной команды, будут выступать за команду бомжей. В жизни каждый человек имеет право на свое мнение, так же как я имею право быть с ним несогласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю, если будет возможность, я с удовольствием поеду, сказал Медведев в интервью Спорт-Экспрессу. Другой известный комментатор Георгий Черданцев, также встал на защиту поехавших на Олимпиаду российских спортсменов. Недавно на культурном форуме в Петербурге президент России сказал следующее, политики с трудом наводят мосты между народами. Это миссия культуры и спорта. Вот эту миссию, причем весьма успешно, выполняют наши спортсмены. Очевидно, руководитель Олимпийского комитета России это выступление президента не слышал, написал комментатор Георгий Черданцев. Помощник президента России Игорь Левитин также поддержал участие России в Олимпиаде. Олимпиада – это Олимпиада не стран, а спортсменов. Здесь позиция такая, что это право каждого спортсмена, и если спортсмен решит ехать на Олимпийские игры, он туда едет в качестве нейтрального спортсмена. Но самое главное, что он не должен подписывать никаких документов, которые дискриминируют ту работу, которую делают ребята там, на передовой, сказал помощник президента. Заслуженный тренер России Ирина Витчанина рассказала, как относится к желанию бывшей подопечной Юлии Ефимовой поехать на Олимпийские игры в Париж. Специалист поддержала желание спортсменки выступать в столице Франции. Я на ее стороне. Во-первых, для Юлии это последняя Олимпиада скорее всего. Не надо прятаться как страусы в песок от проблемы. Почему не хотим показать миру, что вопреки всем сложностям, живы, готовы соревноваться и имеем результаты. Что будем выступать и бороться за победу. Чтобы о наших спортсменах не забывали. Тем более на играх. Можно быть хоть сто раз чемпионом и рекордсменом своей страны и даже рекордсменом Европы или мира, но если ты не имеешь звания чемпиона, то нужно обязательно ехать. Сказала Витчанина, олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, напротив категорически против участия России в Олимпиаде. На церемонию открытия нельзя приходить, на закрытие тоже. Наверное по расписанию еще в туалет ходить будут. Это не праздник и не Олимпийские игры, а испытания. Они не дадут нам выиграть, а участие наших спортсменов в Олимпиаде превратится в сплошной фарс и унижение. Тем более на прошлых Олимпиадах было множество моментов где нас засуживали, ставили неправильный гимн и многое другое. Абсолютно так же и даже хуже будет и на Олимпиаде в Париже, 100% отметила Слепцова. Согласны ли вы с мнением Светланы Слепцовой, и как вы считаете дадут ли России выиграть золото, в случае если российские спортсмены поедут на Олимпийские игры? Поделитесь вашими мнениями в комментариях.